Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Вопрос был крайне простой. Покупки на ярмарках в городе Кирове я делаю часто, редко или никогда? На странице нашей ВКонтакте ничего не поменялось. По-прежнему 70% проголосуют за то, что никогда там и ничего не покупали. А ситуация на эхокирова.ру немножко поменялась. В лидеры выбился вариант ответа «редко». 55%. Редко, но метко. Но еще раз напомню, что ближайшая ярмарка большая в субботу состоится. 29 апреля. И, кстати, на 29 апреля запланирован второй общегородской субботник. Ну, надо ли напоминать, что первый общегородской субботник у нас по понятным причинам... Нет. 15 апреля был первый общегородской субботник. Я имею в виду, который уже объявлен в серии 22-го, 29-го и дальше. 22-го он не состоялся по понятным причинам. У меня удобное место. Я сижу, гляжу в окно и понимаю, почему субботник не состоялся. Да, переносили его на 22 апреля. Он был в 22-го? Нет, нет, с 22-го как раз на 29-е перенесли, да. 29-го тоже был плановый, то есть это куда-то, по-моему, до более позднее время уже этот субботник. Это мы к чему. До 1 мая остается всего лишь одна неделя. Да? Не верится. Наверное, каждый из нас в неком недоумении пребывает, глядя на городские просторы. Снег, грязь, лужи и прочее. Люди привыкли уже за многие десятилетия, что к 1 мая проходят какие-то субботники, проходят благоустройство города. А сейчас, на самом деле, такой когнитивный диссонанс, потому что не поймешь, за что хвататься. Привыкли в это время уже металлу в руки брать. Вот мы хотим с вами, слушатели, поговорить, обсудить эту ситуацию. 211-101. Что нужно сделать, чтобы за оставшиеся до 1 мая дни город как-то преобразился? Чтобы приятно было ходить. Чтобы 1 мая был похож на праздник весны. Как он сейчас называется? Праздник весны и труда? И праздник весны и труда. Насчет труда, я думаю, что все будет нормально. Но чтобы он был похож на праздник весны, надо что-то делать. Можем ли мы какой-то вклад внести? Я вот не знаю. У нас был вот этот 15-минутный перерыв. Мы выходили на улицу, посмотрел, подумал. У меня первое, что нам пришло, как-то бы ручку найти, где солнышко немножко подбавить яркости. Чтобы потеплее больше было. Да, ручка находится. То часть работы она бы за нас сделала. Но вот пока мы ходили, оно опять куда-то пропало. 211-101, позвоните, выскажитесь ваше мнение. Способна ли мы за неделю, способна ли городская власть за эту неделю приврать город к первому весеннему празднику грандиозному? Володь, а уже сразу звонок. Я просто хотел перейти к тем данным, которые администрация городская сегодня предоставила. Ну ладно, чуть позже озвучу. Алло. Алло, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Николай. Николай, довольны ли вы? Я вам советую это самое, покрасить заборы в зелёный цвет. Ну это, я об этом тоже думал. Обычно красили заборы и траву, но травы нет. Спасибо, красиво будет. И всё, до свидания. Спасибо за то, что вы тут самым первым дозвонились и высказались. Самый простой, понятный, это всегда же делали у нас. Ну просто... Я думаю, что с тех пор ещё очень много этой зелёной краски осталось, характерного заборного цвета. А что красить? Наверное, не только заборы нужно красить. Вообще всё нужно красить. Ну я не знаю, но зелёный цвет-то обычно всё-таки заборы красили. Заборы. Бордюры уже красили в другой немножко цвет, да. Ну сейчас до бордюров ещё не докрасить, чтобы на них всё дарыться надо. Ну хоть как-то, чтобы хоть как-то психологически-то полегче стало, чтобы весна-то почувствовалось. Сразу просто зелень появится, да. В городе появится зелень. Это уже хороший совет. Да, и, кстати, ещё один вопрос. Городминистрация вот отчиталась сегодня о том, что подрядчики активно трудились в минувшие дни, и в выходные в том числе прибирали как-то. Вы видели приборку городскую в последние дни? Можно ли это назвать приборкой? Я надеюсь, ты это слушателей спрашиваешь. Алло. Алло. Алло, добрый день. Добрый, как вас зовут? Сергей. Сергей, мы вот тут очень переживаем за то, что город-то как-то вот не слишком у нас выглядит перед Первым Маем. Вы тоже переживаете? Я тоже переживаю, но у меня немножко грубого типа переживания. Поделитесь. Я боюсь, что все сейчас бросятся красить, пилить всё это в аварийном порядке. И всё это подлетает буквально через месяц. Может быть, лучше не суетиться, не гнать коней к праздникам, а подождать, пока всё просохнет, всё отмыть, отчистить постепенно, хотя бы к 9 мая. То есть подождать, пока всё, как сейчас говорят, само рассосётся, да? Нет, не рассосётся. Просто посмотрите сейчас на улицу. Кругом снег лежит, грязь. Всё у нас, все ограждения, все стенки, все обойники, они грязные. Сейчас администрация заставит подрядчиков заниматься покраской, но сырость, грязь. Что из этого получится? Можно догадаться, у нас ведь любят класть асфальт, например, когда сырость и грязь, да ведь? Может быть, от этой практики-то отойти, подождать немножко. Вы предлагаете не торопиться, а дать немножко природе поработать, а потом уже навести порядок. Да не природе поработать, у нас природа уже поработала. Понятно всё. Нет, ну чтобы снег-то куда-то ставил, да? Чтобы всё-таки подождать. Да, конечно. Так это же без природы не произойдёт. В этой спешке, в суете только хуже наделается. Сергей, спасибо. Спасибо. То есть хороший вариант. Мы говорим, что сделать 1 мая, а вариант есть такой. Ничего не делать 1 мая, а подумать и сделать это к 9 мая, но уже нормально, да? На самом деле, мне почему-то эта мысль-то и в Гурову не приходила, что городские власти могут начать что-то там красить быстро. Ну у нас ведь удивляться ничему не приходится. Ты начал как раз насчёт городских властей. Да, я читаю информацию на сайте городской администрации. Очередное оперативное совещание состояло сегодня в 7 часов, по-моему, да? Ну там с утра пора. В общем, глава городской администрации Александр Перескоков снова подрядчиков раскритиковал. Ну, наверное, другого ожидать не стоило. Безобразием он назвал ситуацию, которая происходит в нашем городе. Вот так вот он обратился к подрядчикам. Прямая речь. Признать вашу работу удовлетворительной не могу. Лично заехал с проверкой в несколько дворов в разных районах города. Машины буксуют. Пешеходная часть от самого выхода из подъезда обледеневшая. Сейчас идёт устойчивый плюс. Далее говорит Александр Викторович, ловите погоду. Бросайте все силы на водоотведение, иначе дворы поплывут. Да, они уже плывут. Не только дворы. Предлагаю вам также не дожидаться 29 апреля, то есть тот самый общегородской субботник, и организовать ежедневную массовую уборку дворов. Уборку от чего? Вот мне что интересно. То ли от воды, то ли от снежной каши, то ли от снега. Вот каши-то снежной много. То есть к уборке снега мы должны перейти сейчас, да? Уборке снега. Я так понимаю. С другой стороны, как бы убирать снег в конце апреля довольно забавно, да? То есть мы потратим много сил на ту уборку, которую, в принципе, солнце может сделать эту уборку там за один день. Хорошей работы. То есть вот здесь ситуация такая, на самом деле, согласитесь, немножко патовая, да? Ну, патовая. Даже чрезмерно патовая. В свою очередь, коммунальщики доложили главе администрации о том, что они проводили активно в последние дни расчистку дворов от снежной каши-инализы. Работаем тракторами, выводим дворников. Пока не стояло все, осматриваем крыши. По данных управляющих компаний, за минувшие выходные, субботу и воскресенье на территории города было почищено 286 дворов. Ну, я не знаю. Уважаемые слушатели, вы видели эту работу? По другим дворам ходим, я не знаю. Вы довольны, как эта работа проведена? Может быть, попросить позвонить кого-то, у кого двор почистили. Может, есть такой у нас слушатель? А почистили, видимо, техника какая-то прошла, да? Ну, сказали же, там работали, да. И освободила проезжую часть от этих снежных масок. Это непонятно. То есть то, что я, например, прошел и не увидел, может быть, ни о чем не говорить, но, может, у кого-то правда во дворах стало лучше, да? И снежную кашу убрать, и воду как-то отвели. Поделитесь, просто мы в силу своих... Мы порадуемся вместе с вами, если это произошло. Маршрутов городских мы не можем где-то везде побывать. Я, в принципе, довольно много по городу хожу, пока не видел. 211-101. Ну, руководитель ДДХ Андрей Менькин тоже держал слово на сегодняшнем совещании. Он сказал, что выходные мы работали. За минувшие сутки на дорогах и тротуарах работало 15 единиц техники и 67 дворников. Меня всегда поражала эта точность. 67 дворников. 67 дворников. Мы до этого говорили по числу необходимых несационарных торговых объектов. Их кто больше? 86. Да, что-то дворников-то тут явно маловато. Подсыпали сложные места, сказал Менькин. Использовали 13 тонн противогололедных материалов. Владимир, слушай, у нас звонок. Может быть, дозвонился человек, которого во дворе прибрали. Давай послушаем. Вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Очень приятно вас слушать. Слушаю вас. Спасибо. Спасибо. Как вас зовут? Спасибо, что вы готовите праздник к празднику дворы. У нас Чапаева-7, двор. Недавно почистили от снега. У нас хороший дворник, хорошая компания. И очень хороший старший по подъездам. Так что... Все хорошо. Чапаева-7, да. Да, у нас хорошо. Чапаева-7. Как вас зовут, простите? Нина Брониславовна. Нина Брониславовна. А если расширить до масштабов Ленинского района, до масштабов всего города, что нужно делать в эту неделю? Условно говоря, что там на Чапаева-9, на Чапаева-11? Ну, вы понимаете, считаю, очень большое значение имеет работа наших старших по дому. И если с ними вот, если они проводят какую-то работу, у нас это часто делают, у нас очень хорошие старшие по подъездам и по дому. И собирается народ в собрании, выходят и работают. То есть, как бы активные жители имеют ваше значение? Народ, конечно, поднимать надо народ. Народ вот инертный. Но вы лично в ближайшие дни или в субботу, 29 апреля, когда будет общегородской субботник, вы, ваши соседи, пойдете что-то делать? Пока мы на эту тему не говорили. У нас снег прибрали, но еще вода вот уходит со дворов, как говорите, выплаваем немножко. А вот соседний дом, в котором у меня дочь, мы выйдем там, поработаем, поможем дворнику. Отлично. Активная у вас позиция. Да, у нас хороший просто дом. Это правильная позиция. Я рада, что у нас такие люди работают. Если старший по дому будет напрягать управляющую компанию, то управляющая компания никуда не денется. Да, у нас ребята вообще молодцы. Они сразу ходят, проверяют, контролируют наш ремонт текущий, делают. Они молодцы у нас. У нас очень хорошие мужчины. Спасибо. Спасибо, что вы. Всего доброго. Спасибо вам за программу. Да, всего доброго. Вот такой проблеск. Не все так, не везде бордак, не везде болото. То есть при желании, оказывается, можно что-то сделать даже вот в таких погодных условиях. Это радует. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Очень скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Считанные дни до 1 мая. Кстати, мы там будем отдыхать субботу, воскресенье, понедельник. 2 числа уже рабочий день. Так вот, остается несколько дней до 1 мая. А город, ну, совершенно не готов. Ну, не готов. Ну, вот сейчас звонок, который прозвучал, говорит о том, что что-то все-таки в городе происходит. Но я так понял, что это благодаря именно не каким-то указаниям сверху. А конкретный дом. Конкретный старший по дому, который конкретно работает с своей управляющей компанией, собирают жильцов, они определяют какие-то свои проблемы, решают их. То есть вот на уровне такой инициативности, мне кажется, что-то сделать можно. А вот по поводу разгона подрядчиков, там, конечно, он ведь каждый день их костерит, как может. Ну, вот я пока не заметил связи между тем, как глава администрации города Кирова активно шумит на подрядчиков, и между тем, что подрядчики после этого делают в городе. Вот я здесь как-то этой связи не улавливаю. — 211.1, мы хотим с вами пообщаться. Как вы думаете, мы в состоянии перебрать город так все-таки к 1 мая, чтобы настоящее праздничное настроение было? — По крайней мере, чтобы, да, на весну было похоже, которая у нас с 1 мая навсегда приходила. — Готовы ли вы лично поучаствовать в приведении города в порядок? Дозвонитесь, выскажите. Выскажитесь. — И может быть, вот мне кажется, в такой ситуации очень важно понять, с чего, собственно, начать, да? Вот что вот, на что сейчас бросить силы? — Или руки опускаются, глядя на все это. — Или вот, да, вот у меня, честно говоря, немножко опускаются руки, потому что моя голова уже не доходит. То есть, с чего именно начинать? Надо, может быть, правда, забор в зеленый цвет покрасить. — Речь шла на сегодняшнем совещании и о том, что нужно сделать в ближайшее время. Ну вот, да, ловите момент, ловите погоду, бросайте все силы на водоотведение, иначе дворы поплывут. Было сказано и о том, что завтра же Радонец еще, да, поминальный день. Вот Александр Перескоков напомнил подрядчикам о том, что сегодня нужно с кладбищ вывезти бы контейнеры мусорные, опустошить их и обратно завести чистые, пустые, для того, чтобы, как он сказал, для того, чтобы в день поминания умерших не был обрачен мусорными кучами. — Ну там, опять же, вопрос такой, да, насчет омрачения мусорными кучами. Там сама по себе территория кладбища, она сейчас труднопроходима, вот по понятным причинам, да? — Ну то же самое, что и в городе. — То же самое, что и в городе, только еще сильнее, потому что там-то довольно редко прибираются. Вот поэтому насчет мусорных куч я не знаю, насколько это актуально. Мне кажется, там бы проще было разобраться хотя бы с главными тропинками и дорожками снежными. — В Радужном была упомянута ситуация, там неудовлетворительное состояние дорожного палатна. Но это неудивительно для нас, не только для Радужного. На улице Производственной, по которой ездит в том числе и общественный транспорт. Что же сделал Александр Викторович? Он дал поручение начальнику управления благоустройства и транспорта, господину Симакову, решить проблему в ближайшее время. А сколько мы помним, послезавтра господин Симаков должен... — Может встать уже, да. Послезавтра будет городская дума, господин Симаков может даже не решить эту проблему. — Успеет ли он? — Да, успеет ли он. Но хотя, пометуя его активность, я думаю, что он, конечно, успеет. — Успеет успеть. — Ну, по крайней мере, успеет дать распоряжение уже ниже стоящим уже структурам той же дирекции дорожного хозяйства. — Ну а потом будем уже смотреть, как он будет проявлять себя уже на должности более вышестоящей, скажем так. — Да, 24 апреля, 24 апреля. Как-то вот не слишком радостно ходить. Ну что, мы в сапогах пойдем на первомайскую демонстрацию? — Вот это вопрос. — В советское время в сапогах ходили? — Не ходили, на первомайскую демонстрацию в сапогах, ходили по асфальту, уже всегда было сухо. Ну слушай, Володь, даже если где-то снег выпадал, там какой-то небольшой перед этим, то он успевал благополучно растаять. И дворников работало тогда не 67. Дворники были... — А 667. — Скорее всего, да. Я не готов назвать цифру, а может быть, даже и гораздо большая цифра была. Потому что вот то, что сказали про 67 дворников, я не знаю, это скорее где-то из анекдотической такой части уже, да. Ну, для такого города, где на самом деле даже торговцев мороженым больше, чем дворников, это уже смешно. — Это же анекдотичная ситуация, например, да. После той снежной бури, когда выпало 40 сантиметров снега, у нас работали 15 единиц техники и 67 дворников. — Это такие 28 панфиловцев, которые против всей этой страшной кутерьмы, которая была у нас совсем недавно. У нас есть еще немножко времени, буквально несколько минут, для того, чтобы вы смогли дозвониться и высказать. Это наша не единственная тема, второго часа мужского понедельника. — Да, потому что мы сейчас ждем гостя, который уже подошел. — Он подошел уже, да, то есть как бы немножко задерживался. — Мы будем говорить о мероприятии, которые в галерее прогресса проходят. — Да, в сухой и бесснежной галерее прогресса. — Может быть, активным людям города как-то творчески подкованным, с художественным мышлением может как-то предложить. Может, это все грязь, это все болото можно превратить в нечто красивое. — Так, Вилли, что-то ситуация именно в том, что... — Обратить минус в плюс. — Да, да, обратить минус в плюс довольно сложно, потому что никто не знает, что с этим минусом и плюсом произойдет завтра. То есть беда-то в том, что все это у нас лежит перед глазами. И что вот с этим делать, пока непонятно. — Ну, больше всего, наверное, вода все-таки беспокоит, да? — Понятно. — Присутствие большого количества воды на наших улицах и тротуарах. Алло, добрый день. — Добрый день. — Как вас зовут? — Я уже вспомнила вам, Надежда. — А, вы Надежда, да. — Я хочу сказать про тротуар на улице Украинской. Вот тут выходные дни, значит, шла, и там прошел трактор от Зеленстроя до улицы Есенина. Это буквально 100 метров. Вот он сделал какой-то гребень по серии тротуара, а дальше почему-то тротуар по-украинской не стал чистить. Там такая грязища, машины обкатывают, там ходят школьники, ходят люди в поликлинику. И никому этот тротуар... Вот я уже устала жаловаться. — А куда жаловались? — Никто не следит за этим тротуаром. А денежки они за это получают. — А куда же... — Этот тротуар включен в зону обслуживания, дорожного хозяйства. — То есть какой-то подрядчик, дорожная организация, да, занимается этим? — Ну там, да, там постоянно проблемы. Один раз только за всю зиму почистили снег. А деньги-то они получают сполна за этот тротуар. — Ну мы не можем утверждать, мы не знаем. — Там такое грязище, там болото натуральное, ноги скользят по этой грязи. Я устала уже жаловаться. — А вы куда жаловались-то вот? — Да. — А? — А куда вы жаловались уже? — Я жаловаюсь в мэрию и в территорию, это... — Ну да, это одно и то же, но. — Ну да, в территориальное управление. — Ну они не реагируют, никакой реакции нет. — То есть все в то... ВОЗ и на ней там остается, да? — К 1 мая это наде... Ваше предположение, к 1 мая это там просохнет, не просохнет? Или ничего не изменит? — Да там грязь за спине, там вот корка грязи. Так там ходить невозможно, ноги скользят по этой грязи, по этой жиже. Ну ужасно, машины с ног до головы окатывают. — Ничего подбавляют. — В общем, ни о каком празднике речи быть не может. — Так вот, если заниматься дворами, в первую очередь, мэрия должна заниматься тротуарами и дорогами. А дворами пусть занимаются управляющие компании. А то нашли себе работу. А тем, чем они обязаны заниматься, на это никакого внимания не обращают. — Ну, по крайней мере, приоритеты поставлены правильно. То есть мэрия на улице, мэрия на тротуары, а управляющая компанией во дворы. Ну, наверное, логично. — Фраза, сказанная недавно главой администрации, да? — Сделайте людям нормальные деревянные тротуары, как-то вы раньше сказали. — Нет, там было сказано не так. Хватит издеваться над людьми, сделайте деревянные тротуары. — Год на 1857. — Да, это войдет, конечно, в анналы нашей современной городской жизни. — Ну, на самом деле, меня тоже очень раздражает, когда всякие досочки, подкладочки, да, у нас появляются для того, чтобы пройти через эту лужу. — Ну, с другой стороны, когда я вчера шел по улице Блюхера, там, на самом деле, без досочек, без подкладочек просто ни по какой стороне не пройти, разве что по проезжей части, которая тоже не сходится в городе. — Ну, неужели такое возможно? — Ну, досочки, по крайней мере, там сколотили, положили, и можно пересечь эту лужу там, ну, может быть, там гуськом одностороннее движение, потому что пока одни переходят, другие на той стороне лужи стоят, но, тем не менее, движение есть. А так бы там просто было не пройти, кошмар. — Ладно, давайте все-таки сейчас мы на рекламу уйдем, да, и обозначим нашу уже последнюю для сегодняшнего «Мужского понедельника» тему. В гостях у нас будет Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства «Галерея прогресса». Через пару минут он объявится в нашей студии. — Программа предназначена для аудитории от 16 лет. — «Мужской понедельник» продолжается. Еще один мужчина. К нам на борт поднялся Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства «Галерея прогресса». Добрый день. — Добрый день, Владимир. — Дмитрий Митлевич сейчас и Николай тоже. — Николай, добрый день. Мы уже начали общаться. — Последние 20 минут мы просто негодовали по поводу того, как выглядит город. У нас предложение, можно ли как-то ситуацию наоборот повернуть. Увидеть прекрасное в этой грязи, в этих лужах. — Вот самое плохое... — В этих тающих сугру. — Знаете, в чем проблема? Мы так считаем, что когда мы здесь живем, мы к этому привыкаем. И думаем, что это нормально. А это ненормально. — Нормально. То есть нужно обязательно смотреть куда-то вокруг, за пределами Кировской области. Может быть, пример, допустим... То есть Москва — это, конечно, не город, это уже отдельная страна. Но люди оттуда, которые возвращаются... Вот буквально Наталья сегодня переехала в фестивале кино, да? — Наталья Пышков. — Да. — Виталий Брам приехал в субботу. Они говорят, ну, ужас. Потому что ужасно, грязно, невозможно. И хочется сразу вернуться обратно. Но работа здесь, семья здесь... — Надо сказать так, что это не только из Москвы люди приезжают. Даже из близлежащих городов брать тот же Нижний, либо Казань, там контрастно очень. — А вообще люди, которые начинают свою прогулку с улицы Ленина, они удивляются из таких же регионов или городов, как можно довести до такого состояния. То есть ямы... Ну, невозможно. Гулять, прогуливаться... — То есть на Ленина не надо? — Нет слов. — Туристам не надо на Ленина. — Понимаешь, у нас как бы самая такая сохранившаяся так историческая улица, вот тот район, где Ленин, там где Спасская, вот эти все, да, и там вот как назло гулять надо только вот не знаю в чем даже там. Там штатура кошмарная совершенно. — Надо восстановить. Вот надо же за бурчатку класть в некоторых частях города, и все, и уже как бы совершенно другой вид. Дома-то еще более-менее стоят, как бы покосились, но стоят. Конечно же, все, кто приезжает в Киров, артисты, которых мы привозим, поэты, писатели, искусствоведы и так далее, говорят, что вот это вам нужно обязательно беречь, оберегать, насколько это возможно. — Хорошо. — Старую часть улицы. — Да, мы сейчас будем, так сказать, предлагать нашим слушателям прийти и раздвинуть границы сознания в галереи прогресса. Мы поговорим, в том числе, о мероприятии, которое будет там 27 апреля. — Да, 27 апреля. — Очень скоро показ серии короткометражных фильмов, представленных на международном кинофестивале в норвежском городе Трамсел. Мы о нем говорили в прошлом году тоже. — А вот он уже третий год. — Третий год уже, да. — Это город, хоть он и северный, но курортный. Вот, кстати, посмотришь на людей, актеров, которые участвуют в этих фильмах, вот, ну, кировчане и кировчане. Ну, возможно, ветчане. — То есть очень похоже на нашу. — Финно-угорская раса, это же оттуда корни. Поэтому мы очень похожи визуально. Единственное, что там все, в отличие от нас, очень чисто, опрятно, люди позитивные. Но со своими как бы... Вот фильмы, допустим, различие, вот мы сейчас с Николаем немножко, конечно, уже пообщались, подход, допустим, к фильмам какой-то. То есть они все-таки любят на сегодняшний день и занимаются социальными проблемами, которые у них существуют внутри. То есть когда все хорошо, это тоже, как бы, видимо, может быть не совсем хорошо. И там ощущение переосмысливает эмоции, то есть давление извне, разное, которое происходит. Фильмы посвящены этому, как бы, ну, семейные конфликты, да. В принципе, вот на пустом месте. Один из сюжетов фильмов, то есть делают беседку, попросила жена мужа сделать беседку, но пришел сосед и как-то быстрее оказался мужа и начал пилить первый. И дерево, ну, спилил. И вот на этой почве конфликт, что давление норвежских женщин на своих мужей, что они какие-то неуспешные, неумелые. Ну, это все очень напоминает, по-моему, нашу ситуацию. Я уже думал, пришел сосед и исподобил мужа где-нибудь в тенечке присесть. Нет, у них есть на это время. Как вот исполнительный продюсер Шайтанов рассказывает, что в Москве, допустим, люди, которые стоят в пробках, они вбегают в кинозал на просмотр этих фильмов, и они пол, как бы, вот этого фестиваля сидят и просто пытаются сонастроиться с ритмом, вот этим норвежским, спокойным, медитативным. То есть у них есть на это время, как бы, выискивать в себе какие-то, ну, как бы, интеллектуальные, психологические проблемы. Нет, ну почему ты уже тоже так выискиваешь? Мне кажется, это просто для них важно, потому что вот те проблемы, которые нас, вот, к сожалению, в первую очередь мучают, они их каким-то образом решили, для них проблемы-то остались, они для них важны, они их решают. Особо-то выискивать вряд ли они, думаешь, так сидят и думают, о чем бы таком. Я, да, вот не говорю абсолютно право, потому что я говорю, как бы, несколько от лица общественного мнения. То есть, ну, допустим, жители города Кирова, ну, в принципе, тут и так, или можно это не замечать, или никто не замечает, и зачем этим заниматься? А ведь это главное. То есть, если мы внутри, то есть, мы говорим о том, что проблемы, допустим, наших улиц, они не чистые, не граждане, давайте будем задавать вопросы тому, кто за это отвечает. Вот как раз этими внутренними поисками каких-то решений маленьких вопросов мы начинаем расти интеллектуально, духовно, и тогда мы задаем вопросы и во внешнюю среду. Безусловно, да. Вот фильм про это. Ну, давайте напомним о том, что все-таки представляет собой этот международный кинофестиваль. Это шесть фильмов. На самом деле, на фестивале участвуют и русские фильмы. Просто вот именно эта норвежская программа, она представлена шестью фильмами. Будет документальный фильм шведских режиссеров. И они все нацелены и на социальную проблематику. То, что внутри общества, то, что внутри семьи, какие-то решения. Они всегда выходят, имею в виду, они, это режиссеры, выходят с актуальными вопросами сегодняшних дней. Один из фильмов там посвящен... Кто-то девушку снял на вечеринке, и она увидела себя, ей не понравилось, и она начала... Ну, в смысле, заинтересовалась этим так, что начинала себя снимать каждый день. Снял на видеокамеру, и ей образ не понравился, то, что она увидела. И она начала исследовать этот процесс, снимать себя каждое утро, каждый день. А в это время они начинают жить вместе с молодым человеком. И молодой человек начинает задавать ей вопросы в течение происходящих процессов. Мы с тобой не общаемся, не видимся, ты снимаешь себя на видеокамеру, а со мной практически вообще не общаешься. Но это то же самое, что мы на сегодняшний день находимся с вами в телефоне, выкладываем свои фоточки, свое видео, то, что нам интересно. Да, а друг с другом говорим очень мало. Не общаемся оффлайн. Чем история-то закончилась? Надо приходить посмотреть. Просто хочется уже узнать, конечно. Ну, надо подчеркнуть, что 18+, все-таки, да? Да, 18+, потому что есть некий маркер, который мы придерживаемся этого. Вообще значение этого международного фестиваля в мире киментографии, документального кино? Вы знаете, мы с Николаем тоже немножко прообщались. Это не мое, кстати, мнение в этом отношении. Это слова молодого режиссера из Норвегии в отношении русских фильмов, русский режиссур. Его спросили, как вы относитесь к сути создания русских фильмов, художественных, документальных. Можете ли вы что-то, чему-то научиться или что-то поменять? Он говорит, ну вот мы, говорит, научить вряд ли сможем Тарковского и Сокурова снимать кино. Единственное, на чем мы можем их научить, это взаимодействовать с институциями, которые могут помогать финансово для создания независимых фильмов. Это очень важно тоже. Безусловно важно. На сегодняшний день, вы знаете, провал. Огромный провал, потому что даже в Кирове есть интереснейшие проекты, которые готовы менять среду. Выделять на это собственное время. Есть общественные деятели, активисты, которые могут это сделать, они знают, как это сделать в 21 веке. То есть у нас есть те же средства, можно потратить на совершенно другое и помочь городу. И они про это говорили, что надо научить взаимодействовать с институциями, которые есть и в нашем городе, для того, чтобы давать деньги туда, куда нужно. То есть это в первую очередь бизнес? Это безусловно бизнес, конечно. Но есть же и государственная кетогрантовая программа, и все что угодно. Это и активисты, и сообщества, которые в городе появились. Вот, например, дизайн сообщества. У них есть интересные проекты. Привезти сюда, допустим, дизайнеров всей АРС, которые могут поменять среду людей, живущих тут, которые смогут сделать город нас красивым. Это красивые вывески, это красивые интерьеры. Хотя, когда мы начали... Ну, как бы, был такой разговор, что когда-то начиналось, как бы нам... Людям, которым приходили просить деньги, они говорят, ну вот они сейчас... Мы их научим, они уедут в Москву и будут там работать. Или будут нам интерьеры продавать дороже. Это не так. То есть 80% до сих пор здесь и готовы что-то менять и делать. Этот показ, он состоится 27-го числа. Начало, кстати, начало в... 19.00. 19.00, да. Все раз люди одеваются, выходят на улицу. Кто жил в Москве, они говорят, а как, все что ли? То есть они уже привыкли, что после фильма очень важно обсудить этот фильм. Когда мы все вместе начинаем обсуждать, мы докапываемся до сути увиденного. И на предпоследнем показе был Константин Солдатов, художественный руководитель интернет-театра. Да, был, значит, предпредаватель отечественной истории Михаилу из нашего института Вятгову. Михаил Лицарев. Да, Михаил Лицарев. Борода. Мы просто с Мишей Лицаревом, к сожалению, недавно познакомились, поэтому просто не укладывались. Да, он вел у нас историческую викторию, ну да. Мы обсуждали фильм «Австерлиц». Это же мировая премьера день в день. И вот, кстати, вот хотел бы вычеркнуть, зачем этот фестиваль, вы меня спрашивали, и зачем это «Австерлиц»? Все пришли к мнению, к тому, что каждые 10 лет, ну, социологи говорят, можно раздеть границей, меняется общество. И вот фестиваль норвежский, который будет четверг, он как раз про это. Про то, как меняется общество. Остаются ли важные критерии, которые были цены для всех людей всегда, это любовь, самоутверждение, ощущение опасности. То, что меняется общество в связи с техногенами какими-то, новыми открытиями участия. Просто смена поколений происходит, у каждого поколения свои ценности, они меняются из года в год, безусловно. Все современные фильмы, которые показываем мы на сегодняшний день, они как раз про это. Что происходит с обществом, куда оно идет, какие их эмоции, какие их переживания, какие их проблемы. И какие у них решения в том числе. Поэтому фильмы очень важны эти смотреть, обсуждать. Потому что вы понимаете, что можно делать многое, бесконечно, долго, но все впустую. А можно сделать один раз, ну, здесь процентное соотношение 80 на 20 и 20 на 80. Можно сделать 20%, получить 80%. Или еще делать 80% и получить 20%. То есть обсуждение будет? Обсуждение обязательно будет. Оно как в рамке свободного микрофона? Всегда происходит. Ну, это же важно, приколожать экспертов всегда. А, эксперты все-таки будут? Чуть не забыл прекрасно, Сережа Зиновьев, мы его очень любим. Сергей Зиновьев будет? Да, Сережа уже был на двух обсуждениях. Он был на Аустерлице. Он, конечно же, знает... Так, поясните слушателям. Сергей Зиновьев, это... Это режиссер. Режиссер. Да, очень известный режиссер на Вятке. Очень талантливый, безусловно. То есть, как бы, что еще про все-то уже сказать, я не знаю. Мы его любим, просто что еще можно сказать? Вот, после этого пауза у меня. То есть, Николай еще рассказал. Да. Все рассказали. Ясно. Да, еще раз повторю, 27-го, в четверг, 19.00, галерея прогресса. Это все будет. Видишь, тем более, Володь, так, если подумать, да, вот то, что происходит в Норвеге, они вот эти проблемы какие-то уже решили, да, и у них сейчас жизнь идет естественным порядком. Там вот эти новые возникают вызовы, новые какие-то вот вещи. Они их обсуждают. Мы к этому все равно придем. Не сегодня, может быть, а через год, через два. И вот, на самом деле, обсудить вот то это, да, это быть отчасти готовым. А кто готов, кто... Грядущим. Вот вооружен, да. То есть быть готовым к тем проблемам, которые у нас возникнут. У тебя вот вырастут дети, у тебя с ними возникнут новые проблемы, да. А там они, может быть, уже, да, там они, может быть, уже пройдены, есть какие-то, может быть, даже решения. Поэтому такого рода обсуждения, мне кажется, очень ценны. Эмоции в людей меняются. Вот, кстати, вот можно с красносом буквально несколько секунд обстрелиться. Там ведь, понимаете, это фильм про концлагеря, да? То есть это фильм, я повисню, это фильм о туристах, которые посещают в выходные дни вот эти концлагеря в Германии. Самые, насколько я понимаю, посещаемые туристические объекты в Германии сейчас, да? И вот туда люди с семьями приезжают, с детьми, фотографируются, делают селфи там, улыбаются. То есть вот все эти атрибуки современной жизни. Да, атрибуки современной жизни, вот на фоне вот этих лагерей смерти, да? То есть как бы вопрос такой культуры памяти возникает в этом фильме очень интересный. Просто я пояснил. Да, все, Николай в точку абсолютно. Вот. И как бы вот после просмотра такого фильма ведь возникают вопросы и у нас. Да, в общем, насколько это этично, вообще уместно, да? Там очень много вопросов сразу возникает с любой точки зрения. Там пояснение, да, вот в пресс-релизе фильма кто эти люди и зачем они сюда пришли. У нас и тоже есть какие-то мемориальные зоны, там у нас есть что-то там вот. К сожалению, многие закрыты. У нас постоянно происходит случай, когда у вечного огня что-то там такое происходит нелицеприятное. Так у нас не только там, у нас с этой частью-то сколько у нас случаев вандализма, если уж брать это по области, безумное просто число. Заметим, Николай, что фильм был снят в Германии и деньги были оттуда даны на создание этого фильма. Режиссер-то, насколько я помню, русский ведь был. Беларусь, ну, в смысле, который живет в Германии, родился в Беларуси, жил на Украине и сейчас живет в Германии. Ну, славянский, скажем. Славянский, восточный Словенский. Наш. Ну, наш, но еще в Беларуси, в Украине все равно, это же мы. Вот, и деньги на это дала Германия и снят был фильм с их подначей, как бы идея авторская. Готовы ли мы на сегодня открыто говорить так же, как они? И причем, готовы ли наше государство еще оплачивать такой открытый разговор? Вот это уже вопрос на самом деле серьезный. Потому что ГУЛАГ в истории нашей страны. Практически закрытая тема стала сейчас. И нам в нашей области, где, собственно, Ветлак располагался, это очень важно, мне кажется. Конечно. Еще раз повторюсь, у нас две минуты остаются, еще немножко о другом мероприятии хочется поговорить. Итак, Галерия прогресса, короткометражные фильмы, которые представлены на международном кинофестивале в Трамсё, страна Норвегия, шесть фильмов. Все это были 27-го, в четверг, начало в 19.00. 18 плюс возрастное ограничение. У вас выставка, смотрю, еще открылась тут, да, 21-го числа? Прекрасная выставка. Общество потребления и планеты Земля. Вот прям вот в лоб. Очень такая добрая, забавная. Давайте о ней немножко говорим. Вот это все синхронно. То есть и выставка про это, про общество, которое живет, и что оно испытывает на сегодняшний день, чем оно живет, что дает им город, что забирает. Вот. Экологические проблемы охраны окружающей среды, написанные в произведениях Антона Щеглова. Эколог, художник. Художник, официального образования у него нет, но вы знаете, мы ездили с Антоном, благодаря нашим партнерам в Москве выставляли Антона в музее современного искусства «Гараж». И была выставка всероссийская, называлась «Музей всего». Там от классиков прямо как бы примитивного искусства и до наших дней. И директор английского музея «Всего», ну просто вот он меня видел и сжал руку, благодарил, что вот я привез этого художника. Когда экспозиция была из 20 художников, и вот именно как бы у его картин, у Антона Щеглова, человек 5-7 все стояли и обсуждали. А там были классики примитивного искусства при этом как бы. Ну я, по крайней мере, то, что видел, вот когда рассылка была при Слизе, мне очень понравились работы. Они такие все, они все с чувством юмора с таким хорошим сделаны. И с другой стороны, проблема везде четко ясна и видно. Да, я как бы, ну в смысле, о больном, о том, что художники в Кирове есть. И они признаны в мировом масштабе. Я всегда про это думаю. Я тоже всегда про это говорю. У нас вообще художный центр мира. Да, в смысле, вот есть художники, которые признаны музей английский в Великобритании, благодарили за то, что из Кирова приехал художник Антон Щуков. А сейчас про концепцию, конечно, про то, что как бы, Антон, вы знаете, он сделал кавер-ап на великие произведения художников. Ну, в Оснецово, где Витязь стоит перед камнем, налево пойдешь, на право пойдешь. Это называется медиа-арт, когда на произведениях великих мастеров, допустим, в Бурлаке на Волге идут, песок, и тут валяется современный мусор. Вы знаете, когда вы идете по улице, он вас не возбуждает, не трогает. Но когда ты видишь на великих произведениях мусор, ты понимаешь, что-то не так. Это вызов. Это менять. Настоящий художник, он же... Проблема высвечивается сразу. Ясно. Провоцирует. Он ревизор общества. Он показывает его проблемы. И время наше истекает, к сожалению, все это в Галилее Прогресса. Спасибо Дмитрию Шиляеву, руководителю Центра современного искусства Галилея Прогресса. Мы убегаем из эфира. Я, кстати, вернусь в особом мнении через 20 минут. Ну, а я, наверное, в пятницу в появлении. Да, Николай Голиков, до пятницы. Спасибо. Пожалуйста, спасибо вам.